Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл, портал Месмика. Сегодня мы берем интервью у дирижера первого в мире танцующего оркестра Фабио Перрола. Спасибо, добрый вечер, всем! Привет, Фабио! Куда ты? Куда ты? Куда ты? Все хорошо, все хорошо. Спасибо, что я пришел в нашу консультацию. Извините, но на данный момент мое знание в итальянском закончится, и давайте продолжим нашу консультацию в английском. Хорошо, хорошо. Примерно год прошло от нашего последнего встречи в этом холле, и вот ты и ваша оркестра. Какая важная функция вашего нового программа, которая отличается от последнего? Ну, это новый программа, это новый шоу, и называется «Грифонс Винкс». Это dedicается к этому мистику, который является Грифонс, который очень хорошо считается в России и в городе Санкт-Петербург, потому что он очень мощный. Он очень мощный. И ихол, и то, что и то, что кто-то говорит, кто-то может к触ти в руках грифонс, может впечатлению свои желания. Так что если вы пришли к showу, вы можете впечатлению свои желания. О, окей. Это более мистическое шоу, чем предыдущие. Да, мы решили, чтобы собрать вместе эту мистическую идею. Особенно фокусироваться на Россию и Санкт-Петербурге традиции. Новые песни, как «Найтвиш», «Эванесанс», «Мистик», «Магик». Да, потому что это полностью новый репертуар. И с музыканами мы также развиваемся больше танцом, актуально и играть. Это наш шоу, где мы поднимем все эти три разные вещи. Вы идете в холл! Да, общение с публикой, с публикой, конечно, все вместе. В последние годы ваш тур состоял из 40 городов без выходов. Вы не могли бы выбрать идею, чтобы выбрать гиннес консерты. Я не думал об этом, но вы мне дали хорошую идею. Таким образом, в этом году у нас 55 концерты в России. И также, сразу после, мы идем в Казахстане. Абатар, Астана и Карганда. И, возможно, мы также начнем в Европе. В этом туре у нас есть 2 недели. Есть ли какие-то технические или логистические проблемы? Или вы решили, чтобы отдать? Я думаю, что для музыканцев и для меня это важно чтобы получить наиболее 2 недели в 50 концертов. Таким образом, я думаю, что это удобно. Таким образом, вы решили, чтобы отдать рост. Таким образом, продюсер принимал наши вопросы. И это будет даже лучше, чем рост. Потому что мы более мощные. Таким образом. Таким образом, вы играли с Кэм Хэнслей. Вы любите играть с рок-старами? Таким образом. Я очень любил играть с Кэм Хэнслей и его новой группой. На самом деле, есть еще один итальянский. Кэм Хэнслей. Он из Италии. И он тоже есть вокалист. Он помогает Кэм Хэнслей. Таким образом, я очень любил работать с ним. Я очень любил его рефературу. Таким образом, это было огромное испытание. И также, у нас есть огромный choir. Чем-то в Санкт-Петербург. Это было огромное испытание. Таким образом, это было огромное испытание. И почти 100 артистов на сцене. На Беккэзэйн Санкт-Петербург. Это было огромное испытание. Вы любите играть с другими другими? Ну, конечно. Кто знает. Я бы хотел, как-то, как-то, в связи с рок-старами. Я бы хотел с Роллингстоном. И с Дип-паркл. Кто знает. Это огромный дизайн. Я знаю, что это дороже. Но кто знает. Может, это будет случиться. Нет. Учение, это основное. Конечно. Но мы можем мечеть в жизни. Я бы хотел. Я бы хотел. Я бы хотел. Спасибо за ответить на мои вопросы. И... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.